Всем привет! Сделали Алисе тест. Это комбинированный здесь на корону. Вот с этой стороны, видите, короны нет. А это на гриб. И на гриб у неё позитивный результат. Гриб типа Б. Теперь можно понимать, что происходило с Катей. Это её так перекачал этот гриб. Но Катя не показал тест, потому что поздно сделали. План А помочь коту шарику. Этот шарик вдулся. Он не может летать, надо помочь ему лететь. План А! И сделать сосисочку, как ракета, и положить на неё шарик. И пустить сосисочку, как ракета летает в котла. Надо наполнить сосисочку. И шарик может лететь. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ракета сейчас вылетит. Шарик не полетел. Посмотрите на это чудо. Лежит, мурлыкает у меня на кровати. Вчера, это вчера или поздно вчера, Серёжа с Алисой рисовали красками. И это чудо просто в эти краски влезло. То есть его никто не расписывал. И теперь мы его называем цветной снежок. Потому что вообще непонятно, как это отмыть. Я так понимаю, что это акрил. Цветной снежок лежит, мурлыкает. Алис, твой Симбочка так развалился у тебя на кровати. Прям король. Царь и король, вверх лапками. Тимбуля, а ты посмотри на раскладушки. Ой, моя булочка, король. Ещё лучше, чем снежок. Моя булочка, король. Моя булочка, король, моя булочка, король. Булочка, король. У нас сегодня произошли вещи из разряда необъяснимых. Вчера вечером Катя мне написала в Вайбере вопрос. Купите ли мне сегодня по мейлу? Я написала, всё, что захочешь, купим. Потому что она так долго не могла перед этим есть, что когда она что-то просит, сердце радуется. Она написала спасибо и смайлик. Сегодня утром Катя очень долго не просыпалась. Потому что все предыдущие ночи ей приходилось по многу раз просыпаться из-за температуры. И вот она спала. И первый раз она могла спать долго, нормально. И мне было очень жаль её утром будить. Но ей было пора пить антибиотик. Поэтому я поднялась к ней наверх. Постучала, ничего не услышала. Зашла, она спала под одеялом. И возле неё лежала эта помела, которую она с вечера попросила. Прямо на её тумбочке, не помытой, не порезанной, в сеточке. Я ещё удивилась. Думаю, кто ей принёс в сеточке, почему не помыли, не порезали. Ну и в общем я её бужу. Она поворачивается, видит эта помела и говорит спасибо, так обрадована. А я говорю, это Настя ездила в магазин и купила. А Настя как раз приехала к нам, чтобы приготовить покушать что-то для Кати. Она вчера за неё так распереживалась. Она ей целый печёночный торт забахала сегодня. Кексики спекла. Я видела, как она вчера на Катю смотрела. Видела, что Катя бесил, что ей так плохо. И ей было очень жалко сестру. Ну и в общем я думала, что Катя Насте написала, что она хочет помела. Или я сказала и забыла. Или Костя сказал. Когда Настя пишет Кате, ты нашла от меня сюрприз. Тебе надо витаминчики, я купила тебе помелое. Ты нашла на тумбочке. Мы были в шоке. Только Катя с вечера его попросила. Вот сколько дней она вообще за это не говорила. И Настя с утра его купила ей. Просто не зная об этом. То есть Настю никто не просил. Это что такое? Какая-то сестринская связь ментальная или что? Она говорит, причём, говорит, я ехала в магазин. И с полной уверенностью, что надо Кате купить помелло. Вот как это? Как такое может быть? Так, Алиса наконец-то увиделась с сестрой. Такое счастье. Столько радости. Что вы делаете? Расскажи, Лисюшка. Мы кушаем. Что? Что кушаете? Не помню, как называется. Вспоминай, как называется. Вообще-то я тоже здесь, я кот-батон. Батон гулять, кстати, пошёл. Вообще-то я уже дома. Помелло называется. А, помелло. Вкусно? Да. Это я, кот-батон. Батон, я уже не на улице. Я просто так. Я кот-батон ел. Ну, он прям очень похож, конечно. Так вкусно, но кисло. Кисло. Я, кстати, думала, что Алиса его ни разу не пробовала. А Катя говорит, что она с ней уже его ела. Алис, как себя чувствуешь? Хорошо. Батон летит в полё. Бегает, прыгает, а глаза, видите, такие, как слезятся. Ну, видно, что простужены. Алиса Кате подарочек сделала. Гостя у вас красный, а я нарисовала. А, то вы вместе. Даже две сестры тебе сделали подарок. Что-то принесла, да? Ваше творение? Да. Ну, скорее показать. Вау, а что показать? Потому что они ещё горячие. Да. Молодцы. Вот так вот. Сейчас остынут, будешь кушать. И Манюня смотрит. Манюнь, ты тоже хочешь? Это мы сделали кексики. Увидите это в школе. В домашней школе. Рецептик. Ну, смотри. Вау. Осторожно, мог быть горячий. Не, лапкой же можно кушать. Да? Ну как? Куфе. Катю будешь угощать? Угу. Даю, Катю. Вот такой вот. Какая красивая Мируська. А может ты подождёшь тогда? И Мурочка распласталась, как пирожок. Мурка. Сейчас с кошечкой рядом игрушечный. Да ты тоже как сосисочка. Ты там не беременная. Катя мне только что сделала подарок. Я как-то говорила, что хочу лего в виде цветочков. И она его заказала. Ну, пришло. Его, наверное, Настя на почте забрала. Сейчас попробуем сделать розочку. Мне кажется, что я тоже заболела. Я сегодня себя плохо чувствую. Горло болит, голова, глаза. Я вот валяюсь и делаю розочку. Пока риса у Кати. Попробую сейчас сделать. Смотрите. Я её сделала. Мне прям очень нравится. Костя пришёл, сказал, какая-то корявенькая. А мне очень нравится. Так, где резкость-то? Покажи, какая роза из лего. Прикольная. Одна согнутая, а вторая прямая. Вот вторая. Ну, по сути, они одинаковые, только стебельки разные. Одно согнутое, а второе прямое. Красота. Прикольно придумали из лего цветы делать. Вечный цветок. Подарил девушке. Поставила где-то в вазочку. И всё. И он не засохнет. Надо кому-то один, например, Кате поставить в комнату, а один себе. Потому что два цветка же не ставят и не дарят. Вот, поэтому... Ну, в общем, красота. Алиса, что ты делаешь? Я строю соброзки и представляю, что это вы с папой вене внимать. Потому что я жду этого. Нравится? Да. Их мама сделала. Тут ещё как вертушечка. О, прикольно. Ты этого не замечала? Не. Вертушечки. Надо одну розочку кому-то одному. Тебе, например, а вторую, кому-то второму. Кате. Это вам, подписчики. Ну что, я надеялась, что Лисюша перенесёт болезнь легко. Потому что один день была температура, потом упала. Два дня её не было. А сейчас 39. Вот мы померили. Вся горячая, как чайник. Глазки слезятся. Даже толком мультик не может посмотреть. Да, Масик? Кстати, на венке всё-таки синячок остался после того, как кровь брали. Да. Зато у нас теперь есть анализ крови до болезни. И мы сможем мониторить, чтобы, не дай бог, не началось там воспаление лёгких. Потому что грипп группы Б именно этим и страшен. Он легко даёт такие осложнения. А тем более Лисюшка кашляет. И кашляет так нехило. Причём уже кашляет дней 5. Ну, я понимаю, что самое главное выпаивать. Я вам взяла бутылку с водой. И буду всё время давать по 5 глоточков. Каждые там 10 минуток будем пить. Вот. Ну, сейчас 8 вечера. И я не знаю, что будет ночью. Сейчас 39. Если будет так плохо, как у Кати сбиваться. Тьфу-тьфу-тьфу. То, конечно, мы намучаемся. У ребёнка это ещё страшнее, чем у взрослого человека. Потому что у детей от высокой температуры судороги могут начинаться. И нельзя допускать очень высокую. Мы и так прозевали. Она заснула с 38,2. И 2 часа проспала. Я не думала, что она проснётся и будет 39. Я думала, наоборот, упадёт температурка. Пока она поспит. Снежуля рядышком спит миленько. И есть у нас ещё одна новость. Вот у Алисы на кровати вытянулась Мурочка. И вот, как вы можете видеть, она в последнее время спит вверх животом. И он у неё увеличился. Я думала, ну, мало ли, там потолстела немножко. И я положила сегодня руку на её животик. А там шевелится. Там кто-то шевелится. И стукает. И шевелится. В общем, Мурочка наша успела. Успела с кем-то поконтактировать. До того, как мы их всех кастрировали. Ну, к счастью, не со своим братиком. Аккуратненько только не прижимай. Ай, больно. А ты ещё кусаешься. Мурка, не кусайся. Не чувствую. А то, что ниже нужно. Вот там. Ага. Вот тут вот держи. Так, подержи. Не прижимай, а просто подержи. Положи ручку и прислушайся. В общем, она точно не с Банбаном погуляла. Потому что Банбана мы первого кастрировали. К счастью. Как чувствовали. Это её брат и не дай бог. Но она, получается, погуляла либо с Симбой, либо с Тимом. С кем-то из наших двух. С же котиков. А может ещё даже и со Снежком. Кто его знает. Не знаю. Но в том, что она беременна, уже нет сомнений. То есть это прослушивается. Она даёт гладить свой животик. Даёт щупать. И Маня всё время возле неё. Как будто бы заботливая бабушка. Всё время её вылизывает возле неё, возле неё. Ох уж этот Тим. Несёт его вечно наверх. И со шкафчика он вечно с вещами падает. Он ещё ни разу не слез так, чтобы ничего не упало. Не, ну может раз и слез, не знаю. Что он там нашёл? Паучка нашёл, глянь. Тим, ты сейчас грохнешься. Тим, ты сейчас грохнешься. Ну, обычно он сметает всё, что на полках стоит, за собой. И с этим всем падает. И так каждый раз. Я не знаю, что это у него за неуклюжесть или что. И всё его несёт. Наверх да наверх. Вроде как высоты боится. С самого рождения. А всё лезет наверх. Тим, жить там будешь? Устраиваешься спать, что ли? Смотри, какой смешной. Тебя Алису смешно это заметит. Я Алису раздела, потому что когда большая температура, говорят же, что кутать нельзя. Потому что когда большая температура, говорят же, что кутать нельзя, а лучше раскрывать. Но пока ей ещё не стало становиться жарко. После нурофена я жду, станет жарко, мы раскроемся. В комнате не холодно. Скажешь мне, когда будет жарко становиться? Хорошо, мне и так уже жарко стало. О, хорошо. Как, значит, по чуть-чуть будет падать. Хоть бы до 38,5. Я 39 очень не люблю температуру. Ну, вот именно для такого ребёнка, такого возраста, это многовато. И папа нам с почты 4 посылочки привёз. Лисюшка уже хочет их открыть. Сейчас немножко ещё подождём. Температура хоть чуть-чуть упадёт. И будем открывать. Хочешь что-то хорошее, да? Да, я себя уже хорошо чувствую. Уже хорошо прям. Да нет, ещё надо подождать. Может, чуть-чуть и начало падать, но прям уже хорошо тебе не может ещё быть. Так, ну что, распаковываем посылки. Температура снизилась до 38,2. И Лисюшка очень хочет посмотреть, что же там прислали. Это что? А что это? Лапки. Кошачьи лапки? Мамочка, а зачем ты ещё прислала? Ну, я изначально заказала кошачьи лапки. Я потом увидела с когтиками и ещё заказала с когтиками. Понятно. О, сюда пальчики просунулись. Вау! Ты как-то сюда один не просунула, а туда два сразу. Класс. Как у кошечки настоящие. Я сегодня услышала, что есть такое направление в спорте, когда ты как кошка надеваешь всё кошачье, хвостик, лапки, ушки, становишься как кошка, ходишь как кошка, бегаешь как кошка. Такое появилось направление. Я очень удивилась, что такое есть. Можем использовать тоже. Попробовать, побыть кошкой. Ну, Клего, я так и думала, что это кораблик из моей коллекции. Я так и знала. Вау, будет чем заняться, пока болеешь. Вау! Ты рада? Угу. А ну покажи, поверни его. Какой там кораблик, давай мы посмотрим тоже. Я знаю, как их зовут. Это получается Габи, а... А это мявка. Мявка? Да. Класс. Супер, солнышко. Угу. Соберёшь. Ты хотела такое, да? Да. Это же корабль мявки. Хе-хе. От хорошего настроения должна упасть температура и уйти болезнь. Угу. Крючак. Это же корабль мявки. Супер. И ещё тут две посылочки, вау. Нет, тут на самом деле три, вот. Только я не пойму, что это. Здесь что-то ничего не... Я вообще не пойму, это посылка или нет. Вынимай, посмотрим, что это. Вау, тут какая-то одежда. Вау. Что это? А, это то, что сегодня папа купил, когда... Это... Сегодня по объявлению, представьте, женщина продала нам вышиванку за 150 гривен. Вот такую. Шикарная вышиванка. Она реально вышита. Я думала, здесь рисунок просто... Ну, поскольку так дёшево, она реально вышита. Класс. Как же мне нравится с ума с этим уже. Спасибо, огромная мама. Пожалуйста, котечка. На, следующую. Следующая посылочка. Тут такой же конструктор, который был. Вот и сам. Да? Чтобы мы могли... Как ты в мире покажешь. Чтобы мы могли большой дом построить. Да. Размотрую его. Да. Это же та же самая конструктор. Да, теперь ты сможешь несколько крыш делать и даже четыре этажа построить. Да. Построить. Это же порой. Так, ну, и последняя наша посылочка. Сейчас откроем. Интересно, что же так? Вау. Что здесь? Так, это нам для занятий математикой. Потом покажу, что это за штука арифметическая. Она тебя научит считать, умножать и плюсовать. Это что такое? А это что такое? Открывай, посмотрим. Похоже, это какая-то одежда. Похоже на то. Угу, посмотрим. Мама, а ты не знаешь, что это? Знаю, я же заказывала. Только не говори. Хорошо. Что это? Что это? Вау, это что такое? Такое платьице. Красивое. Хочешь померить? Потом. Тут похоже еще одно платье. Похоже, да. О, окей. Сейчас выпишем и посмотрим. Вау! Хочешь померить? Потом немножечко тоже. Посмотри на него, мама. Да, красивая. Кручатка. Да. Посмотри на него. Тут еще что-то. Все, там больше ничего нет. Я так это все. Я хочу в лягу поиграть. Давай. Сейчас, подожди. Давай я тебе дам вот ту штучку, на которую надо. Смотри, Лисюшка. Тут ты ножками его делаешь сколько плюс сколько. Например, два плюс пять. Одну ножку поставь на два, а вторую на пять. Два плюс пять, а вторую на пять. И он тебе покажет, сколько это будет. Смотри. Семь. Он семь показывает? Да. А сейчас что плюс еще? А сколько будет восемь плюс четыре? Двенадцать. Все правильно. Так, а сколько же будет семь плюс три? Десять. Да? Представляешь? Так, мне получается шесть. Раз, два, три. Три плюс шесть? Девять будет. Шесть плюс три, девять, да. А он сколько показал? Десять. Может, там не шесть плюс три, а семь ты поставила? Похоже, да. Так, три плюс пять, он показывает, будет восемь. Покажи. Шесть. Шесть плюс три. Ну вот, шесть плюс три будет девять. На, посмотри. Интересно, что это? Ой, нет, а мне рисуй. А где рисовать? А рисовать, я думаю, здесь. Вау. Так, мы с Лисушкой увидели, что эта досточка вот так раскладывается. Вот здесь можно записывать пример, а здесь его делать. А еще, если поменять треугольничек, то будет умножение. Вот если поставить вот такой, то можно умножать числа. Но нам это еще рано. О, пять плюс один будет шесть. Запишешь? Нет. Из этого сделаешь? Да? Да. Сейчас я все только открою. И все. Надо, чтобы они только не потерялись. Сейчас тебе вот так вот сделаем. О, вот так. Ложи сюда. Я быстренько. Сюда можешь их складывать. Хорошо. Можно примерчики делать. Вот и будем с тобой таблицу сложения учить. Ее нужно вызубрить на память. Сколько плюс сколько будет сколько. Вот я когда говорю пять плюс три, я уже не считаю. Я сразу помню, что это восемь. На память. Как стишок. Понятно. Так и ты должна все это запомнить. Тогда очень легко будет считать. Котичек, пять не в ту сторону. Да. Переверни. О, так, да. Пять. Дальше шесть. Я сама. Семь не в ту сторону. Вот зеркалит же цифры. Ну, буквы так не зеркалит. Восемь и девять. А есть там плюс, минус, равно или нет? Да. Есть? Можно примерчики решать. Сейчас открою. А тут еще циферки только желтые. Нас всех перекачает, потому что у Кости насморк с утра начался, а сейчас начинает ломить тело. А это как раз на грипп ломит обычно. Кости. Ох ты, обводишь циферки? Да. Возьми ручку правильно. Только это очень сложно. Сложно, да. Называется это арифметик бокс. Арифметическая коробочка. Элисе очень понравилось. Тут же твой любимый Педро. Розовая пантера. Ой, я всегда, когда что-то стараюсь делаю, язык высовываю. Прямо моя привычка. Генетик. Как интересно. Что такое, не получилось? Три. Так красиво получилось. Все нормально. Вот смотрите, на этом конструкторе, который, кстати, очень понравился Алисе с Сережей, нарисован маленький мальчик. И все сразу думают, да, это для малышей. И надпись 36+. То есть это три года плюс. От трех лет считается. Но от трех лет пишут на всех игрушках, на всякий случай. Чтобы если дети до трех лет что-то где-то проглотят, чтобы за это не отвечать. Вот. И вот посмотрите на эту коробочку. Ну, здесь даже умножение. И здесь написано 3+. Ну что, кто-то реально верит, что в три года можно изучать умножение? Поэтому не думайте, что если написано 3+, то это для трехлетних. Это не так. Это просто так положено писать. Чтобы дети до трех лет это не взяли и что-то не проглотили. Ну, все, увлеклась. Лего будем позже собирать. Да, кнопка? Да. Ну, ладно, я тогда пока помонтирую. Ты не против? Нет. Дала Алисе полтаблеточки нож, чтобы еще упала температура. И, по-моему, помогает. Доктор посоветовал сейчас мне по вайберу. Тот самый доктор из Киева, который, будь здорово, советами с Катей помогал. Он прямо и среди ночи советует, пишет. Я не знаю, в Киеве такие чудесные врачи, вот отзывчивые. Они реально дают свой номер, среди ночи отвечают. Я его среди ночи, кстати, ни разу не спрашивала. Он мне сам среди ночи начинает писать. Как? Что спрашивать? Как самочувствие? Сдали ли анализы? В общем, один раз прямо в три ночи написал. Добавьте еще такой-то анализ утром. То есть он думал про Катю и про то, что вот когда она будет утром сдавать анализы, надо еще какой-то добавить. Я в шоке с такой ответственности, с такой вообще человечности, с такой. Вот спасибо большое киевским врачам. У нас тоже есть такие врачи, но не все. Не все. Вот Лор у нас очень хороший доктор, которая тоже может дать совет, может написать. Хотя у нее очень много, очень большая занятость, очень много пациентов. Но она может в вайбере откликнуться. Лор тоже золотая у нас. Лисюшка это как трафаретку использует. Вынула циферки, а теперь как трафаретку обводит. Мне мама сказала, если бы не ты, бабочка, я бы не догадалась. Ну, подсказала. Пупсик мой любимый. Это же бабочка моя любимая. Мы с Лисюшкой тут из двух конструкторов делаем постройки. Опять для птичек. Домики. Снежуля нам носит перчатку, что ты уже построила. Алиса по инструкции строит. Вот такой второй этаж уже у нее. Нравится? Да. Классный конструктор. Мне очень нравится. Чудесно. Мама, а ты почему уже не строишь? Я сейчас буду крышу строить. Попробую. Мы разложили. Здесь так все было красиво. Мы все так разложили одно к одному. Но пока строили, уже все перемешалось. И вот это все было. Алиса красиво разложила все эти палочки. Смотри, что у меня уже. Ох ты, молодец. Давай я тебе помогу крышу сконструировать. Не, не надо, я сама. Хорошо? Сама? Ну, давай. Осталось ставить такие рамочки и все. Давай. Давай покажем, какой у Алисы дом вышел. Смотрите. Двухэтажный, красивый. Его бы присоединить к моему дому. Может, его вообще наверх поставить будет у нас четырехэтажный. Можно, кстати, попробовать. Давай. Вот такой. Я с вами. Папа, смотри, что мы построили. Да, целый замок получился. Мы соединили наши два дома. Алиса говорит, давай папе покажем, а тут ты приходишь. Смотри, дочь, я тут балкончики добавила. Ага, красавчик. Здесь еще один. А посмотри, что я строю. А что это будет? Здесь еще два этажа. Класс. Так увлеклась. Мы сейчас сделаем увлажнение воздуха в комнате. Класс. Да, листочка так в носик бедная говорит. Смотри, увлажнитель за работу. Увидишь, дымок идет. Это просто воздух. Это дым из воды? Да, увлажняет. Такой беденький. Так, теперь лего собирать. Вау. О, вот и сам кораблик. Моя девочка. Бяпка! У тебя голова отвалилась. Бяпка, ты что, безголовая? В общем, пока Катя и Лиса тут собирают лего. Да, Катя тоже пришла с Алисой пособирать. А мы параллельно смотрим, что такое квадробика. И мы, конечно, немного в шоке с этого направления. Но это интересно, особенно для Алисы. То есть, вот девочка показывает в видео, как надо ходить правильно, как кошка. Как надо бегать правильно, как кошка. Вот это вот неправильно. Сейчас она покажет, как надо правильно. Вот так. В общем, Алиса заинтересовалась. Хотела уже прямо сейчас пробовать. Я ей сказала, не, сначала выздорови. Потом будешь пробовать бегать, как кошка. Хвост есть. Нам просто кто-то из подписчиков написал в комментариях. Это хвост для квадробики. Я стала гуглить, что такое квадробика. Ну, вот так вот все и началось. А теперь Алис хочет попробовать. А потом, Алис, откроешь свой кружок и будешь всех учить квадробики. Судрюка моя сделала, баба. А кто это? Это мявка. Сейчас покажу. А ну. Ух ты, какая большая. Это же мявка. Класс. Только ей еще надо из чего-то хвост сделать. Спасибо доктору из Киева. Посоветовал нож полиседать через час после нурофена. И температура еще снизилась до 37,8. 37,8 это идеально. Если она не будет выше подниматься, то прекрасно. Снежок, что ты делаешь? Что ты включаешь? Ничего себе Катя тут сделала гримерку. Расческа есть. Зеркальце. Парик. Красиво так вот. Это прям внутри корабля будет гримерка, да? А это Габи, да? Девочка. Да. А Габи как переводится? Никак. Это просто ее имя. Где? Ее просто подговорит. Ну вот, как раз можно примерить парик. Что-то я не так его надела. Челка на глаза налезла. Ей идет. Идут такие волосики. Что ты там возишься? Сделай по инструкции. Нет. Хочет сама изобрести велосипед. Вот такой получился шикарный кораблик. Кошачий. С горкой. И вот тут в конце все наборы, которые Габи бывают. Мы с Лисой посмотрели. Все эти наборы у нее есть. Вот недавно я ей тортик этот подарила. И сегодня кораблик. Домик у нее был. Ей Дед Мороз подарил на Новый год. И вот эти вот горочки тоже были. Так что все наборы Габи собраны в Легу. Можно в них играть. И Лиса смотрит этот мультик и очень его любит. Так что вот так. А нам с тобой пора сплатоньки уже ложиться. Доченька. Мама. Так в нос говоришь ужас. Парати, закрой глазки. Я не смотрю, не смотрю. Скажешь, когда открывать? Открывай. Объявляйте мявку осьмегрошка и Габи мявку. Я мявка осьмегрошек. Прикольно. У меня осьмегрошка. Ты их смешала? Ты их смешала? А, осьмегрошек. Ой, ой, ой. Где мое личико еще без лица? О, осьминожка сейчас будет съезжать с горки. Смотри, баба. Я думала, он застрянет. Смотри, баба. Привет. Я Габи мявка. Смешала Габи с мявкой. Прикольно выглядит, конечно. Кошка-человек. Габи мявка. Габи мявка. Габи мявка. Габи мявка. Габи мявка. Ну все, доченька, давай спадки ложиться. Хаппи бара. Хаппи бара. А это что, боже мой, крохотные очки. Хаппи бара. Хаппи бара. А где они? Вот тут где-то лежат, да? Барахап бара, да. Должны лежать. Вот бы в моем детстве такие наборы существовали, я бы просто была, я не знаю, на седьмом небе от счастья. Играла бы без конца и края. Так, Лисюшка села кушать супчик в темноте. Смотрите, какие милые. В общем, их плохо видно, но не так мило лежат батон со снежком. Очень высоко. Я знаю одно подходящее место. Мы уже пришли. Почти. Как самые родные. Доча, ты кушаешь? Да. Жалуются, что ей очень холодно. Я говорю, давай, сейчас температура как поднимется. Падунка. Надо, значит, ее мерить, опять раз морозит. Боже, бедный ребенок так мерзнет, что надела плед на голову. А у меня тут что? На Алисе на место тут улеглись, пока ее нет. Что тут за надлость? Тогда уже, Боже, будет уйти. Ну, когда доешь, можно будет уйти. Я же лицо надела. Лисюшка, ты кушаешь? Да, я не кушаю. Ну ладно, мне пора. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!